Не зря жители поселка Горки-Ленинские называют свою родину литературной столицей Ленинского городского округа. Ведь здесь живут удивительно талантливые люди. Одна из их представительниц Мария Моцарь. Свою жизнь творчеству поэтесса посвятила еще в детстве, но это не помешало ей окончить медицинское училище. 36 лет проработала медсестрой, а параллельно писала. Приходит такое вдохновение, просто хочется написать. Иногда не идут вдруг стихи. Где-то пошла одна строчка, а потом уже дорабатываешь. Даже где-то в метро, в автобусе. Очень приятно, что люди довольны. И довольна я, конечно. Около 30 лет Мария Моцарь состоит в литературном объединении имени Шкулева. За это время выпустила пять сборников поэзии. Четыре из них для взрослых, один для детей. Помимо этого, сочиняет стихи для музыкальных произведений. В ее коллекции более 10 песен. У нас периодически проходят литературные вечера, которые организовывают. Вот мы, тирадел, библиотека, совет ветеранов в том числе подключается. И мы решили в этот раз не ждать никакого повода, а просто порадовать наших жителей вот хорошими стихами, качественными стихами нашей жительницы Марии Петровны Моцарь, которая является членом Союза писателей России. В этот вечер здесь друзья и близкие писательницы, и, конечно, коллеги по литературному объединению. Подарили виновницы торжества, массу теплых слов и воспоминаний. Я вот сегодня с утра дома, дай-ка, я залезу в интернет и посмотрю, что там про нашу Марью Петровну. Нигде нет года вашего рождения, Марья Петровна. Я когда глянула вот на эту фотографию, я когда вспомнила ваши желтые цветы, да какой вообще возраст, если только о любви и надо говорить. Поэтому, Марья Петровна, конечно же, вам здоровья, крепкого здоровья. Вот. Я не боюсь сказать это слово. И любви. Спасибо. Работа, любовь и творчество. В жизни Марии Петровны было и есть все, о чем она мечтала, к чему стремилась. Этот вечер подарил поэтессе море улыбок, хороших эмоций и цветов, о которых, может, и будет следующее стихотворение. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.